Что вы подразумеваете под словом «кармон»? Изменение границ. А я под этим понимаю людей. Два с половиной миллиона человек. Это люди, которые испугались переворота, прямо надо сказать, были встревожены переворотом, государственным переворотом на Украину. И после переворота в Киеве крайне националистически настроенные силы, они просто впрямую начали угрожать людям, и русским людям, и русскоязычным людям, проживающим на Украине вообще, и в Крыму в частности, потому что там концентрация русских и русскоговорящих больше, чем во всех других частях Украины. Что мы сделали? Мы не воевали, не оккупировали никого, нигде не стреляли. Ни один человек не погиб в результате событий в Крыму. Ни один. Значит, люди... Мы использовали вооружённые силы только для того, чтобы издержать находившихся там военнослужащих Украины от вмешательства в свободное уволе и заявление людей, которые там проживали. Люди пришли в референдум и проголосовали. И они захотели быть в составе России. Решение США и Европы не признавать результаты крымского референдума Владимир Путин считает очередным проявлением двойных стандартов. Ведь, например, для признания независимости Косово оказалось достаточно решения парламента. И никто на Западе тогда не говорил о нарушении международного права. Поэтому, по словам президента, для того, чтобы построить нормальные отношения, нужно соблюдать простые условия. Уважать интересы друг друга и не пытаться менять правила. Всякий раз, когда это кажется выгодным. Вы меня спросили, ваш покорный слуга, друг или не друг? Отношения между государствами немножко строятся по-другому. Не как отношения между людьми. Я не друг и не невеста и не жених. Я президент Российской Федерации. 146 миллионов человек. У этих людей есть свои интересы. И я обязан их отстаивать. И мы готовы это делать не конфронтационно. Мы готовы искать компромисс. Ну, конечно, на базе международного права. Единообразно всеми понимаем.